Чувствуем с меры с расстановкой. Во-первых, очень приятно, что мне довелось, как говорится, замерзать практически наш густол. Тема государства развития. Мне кажется, общий ритмотив, общая идея, которую, в принципе, выставили все наши участники стола, академики, доктора наука, политики, управленцы, что в нынешнем властной вертикали, при партии «Единая Россия», при нынешнем руководстве Путина, Медведева, Мишуцина, которые едино продолжают политику и Чубайса, и Гайдара, и Собчака, и всех представителей Ельцина, никакого развития в России не будет. Не будет ни роста уровня жизни, ни модернизации, ни инноваций, ни четырех «и», которые мы слышали от Медведева, ни майских проектов, ни майских указов, ни нацпроектов. Все это будет провально. К сожалению, мы будем двигаться больше к деградации, к загниванию, к вымиранию, к обнищанию, к утечке умов, к утечке капитала, к движению в сторону такой архаики, такой блатного, аллегорического, действительно, феодализма. Немножко тоже цифры, чтобы просто было понятно масштабу наших бедствий. Темпы роста российской экономики стабильны ниже среднем мировых, примерно с 2011 года, когда мы ушли ниже 3,5% роста ВВП. Ниже 5-5,5% темпы роста ниже с 2008 года. Это не позволяет воспроизводить ни основные фонды, ни социальную базу, ни обеспечить рост уровня жизни населения. Значит, доля России в мировой экономике, даже по паритету покупательной способности, которому очень много вопросов этого рассчитывать, упала с 4% в 2013-2014 годах до примерно 3% в 2020 году. И, в принципе, понятно, что даже она ниже. По обменному курсу, по текущему обменному курсу 75 рублей за доллар, наша доля уже меньше 1,8%. То есть, мы такие лилипуды, мы сырьевая колония, мы сырьевая придаток. И, в принципе, именно так надо у нас понимать, где мы находимся в отношении страны, там, и с Китаем, и с Индией, и с Японией, и с Южной Кореей, и с другими технологическими, значит, развитыми странами. Напомню, что в 99-м, 2000-м годах Владимир Владимирович Путин ставил целью догнать и перегнать, ну, там, ни Германию, ни Францию, конечно, ни Штаты, ни кого-то, да, планочки опускались. Мы догоняли Португалию. Португалия, которая была, остается, ну, уже не остается, но была, в принципе, одной из самых бедных стран, центральной и западной Европы. У них нету нефти, нету газа, нету сырья, нету драгоценных металлов, нету природных ископаемых от России, где каждый третий природный, значит, природный ископаемый находится. Значит, и что мы получили? По итогу 2020 года, да, то есть 20 лет мы догоняли куда-то убегающую Португалию, где есть пробковое дерево, где есть туризм, где есть агробизнес, где есть, там, геноделие. В итоге Португалия в 2020 году по паритету покупательной способности, по сопоставимым ценам, да, по, значит, сопоставимым долларам, 37 тысяч долларов, 37 с половиной, Россия, в лучшем случае 28 тысяч 500. То есть Португалия, в которой нету вообще ничего, кроме туризма, виноделия и пробкового дерева, богаче, чем Россия, примерно на 30% на душу населения. Это очень важный показатель. Принимаем во внимание крупость между богатыми и бедными России, децильные коэффициенты, квантильные, там, сети джини. У нас еще беднее подавляющее большинство, живет примерно в два раза, чем в Португалии. Здесь тоже откровенный провал, как и с майскими указами, с нас проектами. Китай. Просто, чтобы было понятно, в 91-м году, по данным Всемирного банка, Китай, Китай, Китай сегодня могучая держава, индустриальная держава, кто там был в Китае в 2000-м году, в 2010-м, в 2020-м, это небо и земля. Это просто разные страны. Я там был и в конце 90-х, и в 2010-м, и вот недавно, да, просто небо и земля. Чтобы просто было понятно, какой рывок в развитии. В 91-м году размер китайской экономики был на 25% ниже, чем в России. Меньше, чем РСФСР. Не Советский Союз, а РСФСР на 25%. Российская экономика 517 миллиардов долларов, до погрома имени Чубайса, Гайдара и Ельцина, и прихватизаторов-олигархов. Китайская 383 миллиарда долларов. Сегодня, в 2020-м году, китайская экономика, которая 3 десятилетия показывала темпы роста выше, там, можно спорить по десятилетиям, когда-то там, но они даже были выше, на самом деле, они там были и 9, и это сейчас 6,5 не упали, но реально там под 8, по 9, и в отдельные годы, в нулевые годы, там, 12 транспорта, но тем не менее. Значит, сегодня их экономика 14,5 триллионов долларов, по текущему обменному курсу, российская экономика 1,7 триллиона долларов, да? То есть, Китай вырос с 91-го года в реальном выражении, в физическом выражении, сочистка от инфляции, от дефлятора, в 13,5-14 раз, за 30 лет роста экономики, в 14 раз физическое производство. Российская экономика выросла, ну, как всегда, подобают наши экономические прорывы, рывки на скромные 23,5%. Еще в прошлом году хорошенько мы упали на 3%, официально, реально падение более чем на 15%, ну, в общем, и нигде. Хуже нас в Европе, вообще, у нас даже не в Европе, а в постсоветском пространстве, только две страны, Грузия и Украина. Украина минус, по-моему, 40%, Грузия где-то тоже около минус 20-30%. Вот Молдову не помню, но они, по-моему, цифровые выросли. Я думаю, у вас обжили еще болтовые. Вот проверим, но, по-моему, они даже и выросли. То есть, 22%, Белоруссия на 90% выросла, да? Значит, там, Армения почти в два раза экономики просто, Азербайджан в два с половиной раз, там, Польшу, Чехию вообще не берем в три с половиной, в три с семь раз роста, да? Значит, это где мы? Индия с 91-го года рост более чем на 75-80%. Юго-Восточная Азия, новые индустриальные страны, азиатские тигры и драконы, это Вьетнам, Таиланд, Идонезия, Малайзия, Филиппины, рост от, значит, с 91-го года рост в 4-6 с половиной раз. То есть, мы вообще никуда не росли. Мы просто 30 лет занимались поеданием советского наследия, паразитированием на научно-техническом потенциале, распродажей недр, нефти, газа, ну и, соответственно, вывезли там 2 триллиона долларов в офшоры, поэтому, в принципе, где мы точно бьем рекорд, так это новый флот, новые флотилии наших, точнее, не наших, а офшорных олигархов, которые там тут ильбары покупают за 30 миллиардов рублей, и то сейчас, значит, новая яхта экспедиционного класса у Абрамовича, потому что на эклипсе уже не Камильфо катался, надо уже что-то более серьезное, потом будет Солярис за 45 миллиардов рублей, как 2,5 годовых бюджета Калмыкии, либо Еврейской автономной области, да. Значит, мировая экономика в среднем за 30 лет выросла более чем, значит, практически в 3 раза, то есть, мы аутсайдеры, 30 лет национального предательства, о чем было правильно сказано нашими коллегами, да, разгабление и паразитирование. Давайте посмотрим такой показатель, как высокотехнологичный экспорт, да, то есть, нам же, помните, и президент говорил, мы обречены на успех, технологические прорывы, индустриализация в модернизации, я был еще студентом ГИМО 2008 год, я реально помню очень серьезных преподавателей, докторов наук, которые просто нам цитировали, читали выдержки из ведомости из коммерсанта, цитировали в запой программы статьи Медведева, как он там обещал, что мы слезем сырьевой иглы, мы полетим вверх, я уже тогда понимал, что дело пахнет керосином и что-то пошло не так, кстати говоря, вот тогда приходил нас выступал Михаил Геннадьевич Делягин, Михаил Хайзин, Сергей Глазев, я как раз приглашал будущим студентам, да, и уже когда тогда было понятно, что мы идем вообще не в ту сторону, мы пойдем просто на дно, туда мы и пришли, да, высокотехнологичный экспорт из России, вообще в целом мировой экономики, да, Китай 654 миллиарда долларов, первое место, Россия, скромное, 29 место, 60 раз меньше, меньше 10 миллиардов долларов, это там еще и военно-промышленный комплекс у нас находится, да, это там стан-танки, беспилотники, там что-то еще, что осталось из наследия, значит, в Германии 209 миллиардов долларов, в 20 раз больше, Корея 192 миллиарда долларов, высокотехнологичный экспорт, 19 раз больше, Израиль 27 место, 13 миллиардов долларов обогнал нас Вьетнам, который мы считаем, там рисовая какая-то колония, там туристы, все дела, высокотехнологичный экспорт, данные Всемирного банка, 74 миллиарда долларов, Таиланд, на котором мы там какой-то секс-туризм, какие-то там ночные находки, что-то 45 миллиардов долларов, что было понятно, Филиппины 33 миллиарда, Чехия 36, Польша 12 миллиардов долларов, да, загнивающая бездуховная Венгрия и Танос обогнала Впереди нас 23 место, 18 миллиардов долларов, но зато, значит, вот Россия-матушка у нас 10 миллиардов долларов, в принципе, я думаю, что после этих цифр в любой нормальной стране и президент под импичмент и отставкой билеты министров, и рост из Госдумы, и сменой всей социально-экономической политики, просто, конечно, это позорно, смотри, да, значит, буквально тоже подводя не петок, заканчивая разговор, с 90-го года у России было действительно три волны, такой, экономического роста, деградации, обрушения, значит, если экономика выросла суммарно на 22%, то это в среднем за 30 лет, в 90-х годах падение на 47%, почти в два раза упала российская экономика с 91-го по 98-й год, значит, на 60% упало промышленное производство, в 5 раз упали инвестиции в основной капитал, упала в 5 раз промышленная, значит, обрабатывающая промышленность, примерно, там, в 5-7-8 раз падение уровня жизни, ну и прочим, и все эти влекающие последствия. С 99-го года по 2008-й год восстановительный рост, эффект минской базы, перезагрузка экономической доктрин, вообще идеологии Примакова, Маслюкова, Магеращенко, городская команда левопатриотических, нормопатриотических сил, да, значит, из-за чего потом их всех выбрали, там, команда Путина, Олигархи, Березовских и всех остальных, выросли к 2008-му году на 90%, порадовались, сырьевой суперцикл, мировые фондовые рынки и товарно-сырьевые рынки росли, там, в 10-15 раз, все, с 2008-го года, когда стало понятно, что сырьевой суперцикл заканчивается, российская экономика не растет, рост менее чем на 8,5% с 2008-го по 2020-й год, то есть среднегодовые темпы роста за 12 лет ниже 0,6%. То есть, в принципе, зачем нам нужны все эти фамилии там, единороссов и руководства страны, если все, что они сделали, это 0,6-0,7% в год-году, да, и при этом с 14-го года падают реально располагаемые доходы, о чем было правильно сказано, в пересчете на доллар зарплаты в России сегодня ниже 2009-го года, в пересчете не на тубрики, российские фантики, резаную бумагу, макулатуру, а на твердую валюту, которая там со своими проблемами, но, по крайней мере, более покупательная способность высокая, да, значит, в пересчете на рубли покупательная способность ниже 2010-го года. Ну и, собственно говоря, понятное дело, что в такой социально-экономической катастрофе, про таком, прошу прощения, геноциде, другого слова не подберу, да, в социальном дарвинизме мы имеем дело вот с нераним страной, о чем уже было правильно сказано, значит, 11 миллионов неродившихся детей, 15 миллионов сверхсмертности, ну и с 2016-го года у нас превышение смертности под рождаемостью больше 1 миллиона 350 тысяч человек, это население города Уфы, Казани, общий город миллионник, да, и, в принципе, все эти майские указы у нас в проекте в плане борьбы с бедностью, повышение уровня жизни, повышение нормы накопления капитала до 27% успешно провалены, да, помню, была цифра, давайте мы не око увеличим финансирование с процента до 2,5, да, значит, ну, прошу прощения, как был 1%, так и остался, все данные показывают научно-исследовательские опытно-конструкционские разработки, хай-тек, 1%, это и бюджетное финансирование, и частный бизнес, в Европе 2,3%, Китай 2,7%, Америка 2,6%, Израиль, Финляндия 4%, мы 30 лет не дофинансируем науку, примерно, в 2-2,5 раза, но что составлялись академики масштабов Кашина, Нигматулина и всех-всех остальных, это вообще большой, это удивительный запас советской эпохи, потому что тот развал, которые были, они, конечно, несовместимы ни с каким высокотехнологичным развитием, да, последний, буквально шли, чтобы просто было понятно, в какую мы прилетели экологическую стабильность, пенсия, пенсия, да, вот президент, Путин, Медведи, все выступают, мы, значит, повысим пенсии старикам, поправки конституции, бога любить будем, родителей любить будем, значит, мама, папа, мальчик, девочка, да, значит, вот все там, руки перед обедом мыть, пенсию написали, индексируем, мы проиндексировали просто от бога, я считаю, вот так, с такой индексацией, так говорится, не умереть от ожирения, на 5 тысяч рублей подняли пенсию с 2014 по 2020 год, 5 тысяч рублей, с 10 800 на 15 900, 15 700, 48% индексации, официальная инфляция, официально накоплена, 54%, инфляция больше на 7%, чем подачки с барского стола, обничавшим пенсионерам, старикам, которые собирают, упомоют продукты питания, значит, возле там дикси пятерочки супермаркетов, да, а в пересчете на доллары, так вообще прорыв, я считаю, было памятник ставить власти, причем, ну, прям в центре Москвы, на лобном месте было 330 долларов, стало 210 долларов, я считаю, такое отрицательное темпо роста, просто надо, вот есть, знаете, медали, там, экономические, там, Столыпина, значит, других детей, надо имене Путина отрицательное темпо роста пенсии в два раза, полтора раза сократили, я считаю, это просто движение в правильном направлении в Африку, Южные Сахары, значит, ну и ладно, не будет тут очень много всех этих показателей, понятно, да, но в целом доля России в мировом высокотехнологичном экспорте, без чего не может государство развития, меньше 0,8%, ну, в принципе, понятно, куда мы двигаемся, и последняя ремарка, безусловно, без смены власти, без смены всей политической, политической вертикали, без реального пробуждения народа, без реальной демократизации народовласти, без реальной борьбы, без реальной деолигархизации, деофширизации экономики, борьбы с деиндустриализацией, мы обречены на просто увядание, и у меня такое ощущение, что президент России Владимир Владимирович Путин, его ближайшее окружение, Мишустина, Медведев, Единая Россия, это просто не просто санитар, да, это, ну, не знаю, там, временно-колониальная администрация, смотрящая, как Россия превращается в большой госпис. Мы просто увядаем, мы деградируем, и страна потихонечку просто загибает. То есть задача стратегическая, чтобы Россия исчезла как субъект глобальной экономики, технологического развития, значит, не была конкурентом. Китай конкурент, Южная Корея конкурент, Вьетнам, Таиланд принимаются. Мы уходим все ниже и ниже, и здесь, конечно, необходимы серьезные меры, но чтобы не попасть под уголовный кодекс Российской Федерации, я думаю, все прекрасно понимают, значит, необходимо действительно, чтобы народ взялся за голову, иначе у нас нет больше ни 10 лет, ни 5 лет, ни даже 3 лет. Еще потерпеть два президентских срока, спасибо, мы уже покушали. Продолжение следует...